МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. В этом году на строительство жилья по программе Нурлежер было выделено более 19 миллиардов тенге. Часть домов уже сдана в эксплуатацию. Подробнее расскажет Камила Салтамбаева. К 140-летию города Кустаная в областном центре отремонтируют фасады 16 домов. Деньги на эти цели выделили меценаты. Болслоликенова расскажет подробно. Уникальная выставка приехала в Кустанай из Павлодара. Фотографии 30-х годов описывают быт казахского народа в начале 20-го века. Где можно увидеть эти фотографии, расскажет Наталья Басмурзина. С начала года по программе Нурлежер было введено в эксплуатацию свыше 120 тысяч квадратных метров жилья. К примеру, только в микрорайоне Аэропорт был построен 31 дом. Еще часть домов будет достроена уже к следующему году. Вообще, в текущем году планируется завершить строительство 330 тысяч квадратных метров жилья. Подробности в материале Камилы Салтамбаевой. В этом году по программе Нурлежер планируется ввести в эксплуатацию 330 тысяч квадратных метров жилья. Причем 121 тысяча уже сдана. Основная застройка велась на северо-западе Кустаная. Только в микрорайоне Аэропорт был построен и введен в эксплуатацию 31 дом. Еще 10 в планах. До конца текущего года будет завершено строительство пяти переходящих бюджетных домов. По четырем домам разрабатываются поезды и по одному проекту объявлены госзакупки единым организатором госзакупок. Строительство этих домов планируется начать в текущем году с завершением в 2020. Будет введено 432 квартиры. А уже в августе здесь будет завершено строительство школы на 900 мест. Также в планах строить еще образовательные учреждения. Но уже в других микрорайонах. К примеру, в микрорайоне Кунай должно появиться два детских сада, одна начальная школа и две общеобразовательные. А в микрорайоне Береке четыре детских сада и две школы. В микрорайоне Юбилейный уже начато строительство новой школы на 1200 мест. В этом же микрорайоне построены и введены в эксплуатацию 17 домов. До конца года будет построено еще 17, а в следующем году 13 домов. Строительство нового жилья и социальных объектов также активно идет в Кустанайском районе. В рамках пилотного проекта программы Нур-Ужер в Кустанайском районе микрорайона Северный села Заречный на площади 37 гектар ведется строительство индивидуального жилья в едином архитектурном стиле. Согласно ПДП предусмотрено строительство 279 индивидуальных жилых домов. За период реализации программы построено 172 дома, в текущем году планируется построить 107. Как отметил Аким Кустанайской области Архимед Мухамбетов, ежегодно должен происходить рост строительства жилья на 10%. Но стремиться надо не к этому, а к перевыполнению плана. Если в этом году в планах сдача 330 тысяч квадратных метров жилья, то в 2021 году должно быть не меньше 399 тысяч. Кроме того, упор делается и на увеличение строительно-монтажных работ. Кроме этого, в этом году на реализацию госпрограммы Нур-Лыжьер было выделено 19,2 миллиарда тенге, которые были направлены на строительство 8 арендных домов без права выкупа и приобретение 58 квартир для многодетных семей, а также на завершение строительства 19 кредитных домов в городе Кустанай. Диара Ахмедченко, Мила Солкомбаева, РТН. Ко дню рождения Кустаная отремонтируют фасады 16 многоэтажек. За счет спонсорских средств внешний вид уже поменяли два дома по улице Туэль-Сездык. Теперь полувековые пятиэтажки выглядят не только современно, их еще и утеплили. Блусло Аликенова расскажет подробнее. Горожане могут наблюдать за ремонтом фасадов домов по двум проспектам – Туэль-Сездык и Абая. Всего до 140-летия Кустаная, который будет отмечаться в августе, будут отремонтированы 16 домов. А все благодаря проекту «Коркейбер Кустанай», в рамках которого предприниматели взяли на себя обязательства по улучшению облика старых многоэтажек. Новая облицовка, пластиковые балконы и утепление появились в домах номер 70-135 по проспекту Туэль-Сездык. Работу принимали местные исполнительные органы и меценаты. Сейчас мы в общей комиссии хотим принять все работы. Здесь у нас есть и меценат наш, это Зажола Айтенова, это Ужаня Дюсимбековна. Ей большое спасибо. Хочется призвать также всех бизнесменов нашего города, чтобы не остались в стороне, участвовали в этой программе. Нежно-желтая штукатурка и орнамент. Так выглядит жилая многоэтажка по УТО-Лесездык-135. На ремонт дома было затрачено 24 миллиона тенге. Мы решили сделать подарок городу и улучшить облик для того, чтобы город сейчас процветал и радовал наш глаз. По словам местных властей, все дома, попавшие под программу, находятся в центральной части города и будут создавать архитектурный облик Устаная. По улице Тауль-Сездык-116, 114, 89, Тауль-Сездык-70, Тауль-Сездык-37, Абая-160, 147, 149. Реставрацию домов начали еще в апреле. Фронт работы был объемным. Фасады очищали от старой облицовки, заделывали трещины, штукатурили и красили. Во-первых, мы начали первые. Это сейчас уже другие начали пошли, которые делают дома, другие подрядные организации. Ну, они приходят, советуются, мы, конечно, им помогаем. Смотрят, что мы делали, так же делают они. В этот же день принимали работу подрядчиков еще на одном доме. На ремонт его фасада было затрачено более 32 миллионов тенге. На нашем счету еще два дома. Вот это непосредственно подарок. Но, видите, как красиво, хорошо. Безмерно рады такому подарку не только жильцы домов, но и председатели ПКСК. Ведь на ремонт фасадов накопить жильцам практически невозможно. До ремонта был очень такой неприглядный вид. А сейчас, когда уже людям и балконы бесплатно заменили, и фасад дома приукрасили, когда вот идешь по городу, со стороны смотришь на свой дом, и глаза радуют. К слову, все 16 домов планируют оформить в едином стиле. Диар Ахмечин, Балслу Аликенова, РТН. Невозможно принять ванну или просто помыть посуду. Уже несколько месяцев кустанайцев беспокоит неприятный запах горячей воды из крана. Длительные ремонты труппы и сезонная опрессовка ситуацию не изменили. Поэтому с просьбой о помощи люди обратились в редакцию АЛАУ. Наши корреспонденты попытались разобраться в ситуации. Пока одни кустанайцы возмущены длительностью отключения горячей воды, другие уже несколько месяцев не могут ей воспользоваться из-за неприятного запаха. В редакцию АЛАУ обратилась жительница кустаная с просьбой о помощи. Как рассказала женщина, уже несколько месяцев в доме номер 50 по проспекту Коблан-де-Батыра горячая вода имеет специфический запах. Вот у нас горячая вода. Уже в течение двух месяцев идет запах канализации. И она не проходит вот сколько времени. Открывали же сейчас воду, чувствуете, какой запах. Естественно, приходится проветривать его. Мне даже дезодорант, свяжитель воздуха мне в туалете не помогает. Действительно, даже просто открыв кран неприятный запах, потом еще долгое время остается в квартире. По словам Марины Семеновой, такая проблема у всего дома. И началась она задолго до планового отключения воды по всему городу. Жильцы надеялись, что после опрессовки ситуация изменится. Однако неприятный запах так и остался. Как оказалось, проблемы с горячей водой не только у жителей этого дома, а у всего района КСК. На официальном аккаунте «Алау» в Инстаграм кустанайцы массово стали жаловаться на неприятный запах горячей воды у себя в домах. У кого-то вода со специфическим запахом течет несколько месяцев, а у кого-то и вовсе несколько лет. Герцена 26-1 тоже вода воняет канализацией. До тошноты. Ребенка не помыть. Что-то постирать вручную невозможно. На Северной 18 такая же беда. Горячая вода воняет, сил нет. Из ванны выйдешь, как будто с общественного туалета. За что платим? Какой ремонт делали? Непонятно. Это по ходу проблема в ТЭЦ, где подключены все дома КСК. По Кубеево-23 такая же ситуация. Аж противно мыться. В 9 микрорайоне такого отвратительного запаха нет. Техническая вода, скорее всего, это. Непригодная для использования в быту. А деньги берут как за нормальную. На Арджоникидзе тоже воняет ужасно. Вононагревателем спасаемся уже два года. Жильцы этого района не раз обращались к Устанайскую теплоэнергетическую компанию, чтобы выяснить, в чем же причина неприятного запаха воды и когда ее устранят. Однако ответа не получили. Добиться ответа по телефону в течение двух дней от КТЭК пока не удалось и нам. Поэтому мы направили в теплокомпанию официальный запрос. К другим темам. На процессе о вымогательстве крупной суммы денег начались судебные прения в Кустанайском уголовном спецсуде. Напомним, бывший в далеком прошлом полицейским Самат Наурузов задержан сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в Рудном в июле прошлого года. Кроме вымогательства, его обвиняют и в незаконном хранении оружия. В его доме была обнаружена реактивная противотанковая граната. Сам подсудимый и его защитник доказывают, что он совершил самоуправство, но другие обвинения сфальсифицированы, чтобы отправить его в места лишения свободы на более долгий срок. Подробности у Виталия Луговского. Напомним, в июле 2018 года сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции в ходе обыска квартиры Рудничанина Самата Наурузова под ванной нашли ручную реактивную противотанковую гранату РПГ-22, а в спальне два патрона. Кроме хранения оружия, он обвиняется в вымогательстве денег от предпринимателя Дмитрия Быструшкина и его делового партнера Олега Саламатова на сумму 39 миллионов тенге. Дмитрий Быструшкин рассказывал в интервью нашей телекомпании о том, как 18 июля 2018 года к нему в офис ворвались несколько человек. Те же показания были им озвучены в суде. Описание встречи всегда занимало не один десяток минут, но гособвинитель в своей речи описал события более сжато. Они окружили его, где все разговаривали на высоких тонах, очень грубо, но выделялся среди всех на русов Саламат, который кричал громче всех, удалял ладошку под затыль, а также выражал физическую расправу, выучение на усилие. Прокурор считает, вину на Урузово доказано и просит назначить ему в совокупности 10 лет лишения свободы. Адвокат потерпевших Татьяна Антонова в своей речи решила заострить внимание на личности подсудимого и мотивах его преступления. Мы узнали, что за Наурозовым Саламатом в городе Рудном закреплена слава жестокого, безбашенного, бывшего сотрудника правоохранительных органов, который позволял себе совершать противоправные поступки, не считаясь ни с нением общественности, ни с законом. Защита в суде пыталась представить образ подсудимого, как заядлого и бескорыстного борца с бездействием органом власти. Однако, заметил адвокат, ни один из благодарных Наурозову граждан в суде не появился, чтобы подтвердить реальность его добрых дел. Вспомнила Антонова и о том, что защита подсудимого называла потерпевших по этому делу людьми с криминальным прошлым. Как это должно было оправдать его противоправные действия по отношению к ним? То есть, если они, мягко говоря, плохие, то, соответственно, должны были платить Наурозову? За что? За проживание на территории его этнической страны и города? За то, что дышат с ним одним воздухом? Именно это звучало в его требованиях в офисе Буструштинга. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимому максимально строгое наказание, предусмотренное законом за совершение вменяемых ему в вину преступлений. На протяжении 10 месяцев из средств массовой информации, из уст государственного обвинения, словно потоки воды с неименоверной высоты на камень сознания, льется и льется поток необоснованного обвинения на моего подзащитного. Для того, чтобы тем самым воздействовать на внутренние убеждения суда, надежды на вынесение неправосудного обвинительного приговора. Речь адвоката подсудимого затянулась больше, чем на час. Но он заявил, что к показаниям потерпевших нужно отнестись критически. Буструшкин сам пригласил Ново-Рузова в свой офис. Там его подзащитный требовал возврата долга. Требуемая им сумма была в разы меньше. Этим он совершил самоуправство о преступлении средней степени тяжести. Аудиофайлы, признанные вещественными доказательствами, имеют признаки редактирования. Гранатомет Ново-Рузову подбросили сотрудники УБОП. Свидетели давали ложные показания. Буструшкин Ново-Рузова ложно обвинил и незаконно распространил материалы дела. Подсудимый поддержал своего защитника во всем. Он также подготовил объемную речь, однако не успел ее закончить до отведенного на обед времени. Диара Ахмечин, Виталий Луговской, РТН. После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь. Продолжение следует...